Рисую схемы, рисуночки, что-то для себя подписывая, мы можем создавать собственный конспект, собственный рисунок. Ну а когда вы станете великими людьми, это на расхват уйдет с аукциона, правильно? Вместо конспектов – интеллектуальные карты в качестве учителей – мамы. В жизни этих пятиклассников больше нет таких понятий, как оценки, парты и дневники. Они перешли на семейное обучение. Кто-то пару лет назад, другие – этим летом. Раз в неделю родители и дети проводят совместные занятия. В остальное время каждая семья постигает науки самостоятельно. Мамы, взявшие на себя такую ответственность – профессиональные педагоги. Для своих детей они разрабатывают индивидуальные программы. Семейное образование – это не перенос школы домой и обучение по учебникам дома, изолируя себя от общества. Это образование в семье, когда мамы, папы своим живым примером показывают свой интерес к образованию. То есть за короткий период времени можно освоить программу гораздо быстрее. Ежедневно на учебу отводится примерно три часа, плюс кружки и секции. Дети говорят, что по школе не скучают. В школе вот тебе прилепляют к стулу за парту. И вот не сдвинуться, только в туалет сходить. Больше нравится учиться на семейном образовании. Так больше свободного времени остается. В планах у инициативных родителей путешествия, совместные походы в музеи, театры, кино. Каникул в привычном понимании не будет. Мозг, он развивается постоянно, да. У него нет такого, что сегодня я ничего не познаю и не вырабатываю никаких нейронных связей. А мы взяли и на три месяца забрали у детей знания. А познание – это вообще природный инстинкт. Представляете, как обратно будет тяжело этому ребенку возвращаться, вспоминать. Тех, кто желает учить детей самостоятельно, на Южном Урале все больше. Пандемия и дистанционные муки спровоцировали бум заявлений. Пока на уровне разговоров реальных переходов не так много. В Минобре предостерегают. Вся ответственность за этот шаг ляжет на родителей. Если не хватает времени, сил, денег и педагогических способностей, лучше не рисковать. Если на семейную форму вы пошли, то вы будете сами полностью и учить, и кормить. Те, которые на семейной форме, питание получать не будут ни в каком виде. Ни в компенсации, ни в продуктах, никак. Все, вы забрали ребенка, вы отвечаете за его судьбу в плане образования, развития самостоятельно. Роль государства сводится к тому, чтобы спросить. Ребенку придется сдавать итоговые экзамены. Если он их провалит, к родителям могут прийти из комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки. Те, кто не жалеет времени и сил, с такими проблемами, как правило, не сталкиваются дети на год или два раньше. Осваивают школьную программу и успешно сдают ЕГЭ. Мария Минина, Андрей Грещук, 31 канал.